Здравствуйте, меня зовут Никита Александрович, и сегодня мы с вами поговорим о соединениях, образованных ионной связью, и о том, как сама эта ионная связь, собственно, образуется. Ну, в общем-то, как мы с вами помним, у нас есть несколько типов химической связи, которыми могут быть образованы различные вещества. Эти связи как раз-таки ковалентная, которая может быть как полярная, так и не полярная, ионная, о которой мы с вами говорим сегодня, металлическая и, такой более редкий необычный случай, водородная связь, о которой, в общем, тоже отдельно мы с вами поговорим. Сегодня мы с вами рассматриваем именно ионную связь, и самое простое, что здесь надо понимать, это то, что ионная связь, в принципе, это связь, которая, как правило, возникает между металлом и неметаллом. Ну, это условность. Но, как правило, это работает именно так. Вообще, ионная связь образуется, когда один элемент отдает другому электрон. В результате тот элемент, который электрон отдавал, да, он по сути своей был донором электрона, превращается в катион. А тот элемент, который электрон один или несколько принимал, становится акцептором этих электронов и превращается в неон. Сама ионная связь вроде как возникает за счет электростатического взаимодействия между положительной и отрицательно заряженной частицей. При этом ионная связь, как вы понимаете, всегда образуется именно по донорно-акцепторным механизмам. То есть в образовании ионной связи мы всегда можем четко определить, какой атом элемента был, точнее, атом какого элемента был донором этих электронов, атом какого элемента был акцептором этих электронов. Но здесь надо понимать, что такая вот передача одного электрона к другому происходит далеко не во всех случаях. И здесь дело даже не только в том, что принципиально, чтобы мы относили элемент к металлу или не металлу, ведь, как вы уже знаете, сам, в общем-то, принцип деления элементов на металл или не металл достаточно условный. И граница, которую мы с вами проводим, она тоже такая, довольно размытая на самом деле. По большому счету, те элементы, которые находятся близко к ней, могут привести как те, так и другие свойства. Поэтому для того, чтобы связь была чисто на 100% гарантированно ионной, важен не столько сам факт того, что один из этих двух элементов металл, другой не металл, как то, что разница между их электроотрицательностью достаточно значимая. Что значит, что достаточно значимая, это значит, что по полингу разница в их электроотрицательности должна быть больше двух. Ну, понятно, что нам в школе не предстоит все это рассчитывать. В школе мы пользуемся условным упрощением. И условно для себя считаем, что если у нас связь между металлом и не металлом, то она четко ионная. И, в принципе, что все соли, например, во всех солях, во всех основаниях присутствует обязательно ионная связь. Собственно, вот еще разочек, как она образуется. Один элемент передает электрон другому элементу. Зачем это делать? Зачем им это нужно? Все очень просто. Например, в данном случае натрий, отдавая свой электрон, получает полностью свободный от электрона внешний электронный уровень, тем самым достигая большей энергетической устойчивости. Как мы уже с вами говорили ранее, на полностью заполненный, соответственно, свободный от электронов это то же самое, уровни будут более устойчивы. В ТОР, которому не хватает одного электрона до завершения своего внешнего слоя, этот электрон получает также, заполняя свой внешний слой электронами. Таким образом, оба эти элемента переходят в наиболее выгодное для них энергетическое состояние. После того, как этот электрон был передан, натрий приобретет заряд в плюс, в ТОР заряд в минус, они начнут притягиваться просто потому, что плюс и минус притягиваются. Ну, это уже физика, от этого никуда не деться. Хемия, она не изиждется, как мы с вами знаем. Таким образом, да, у нас обязательное условие для того, что связь с БЛН, это большая разница в лектоотрицательности. Условно мы с вами считаем, что связь возникает между металлами и неметаллами, либо между условно-кислотными остатками и катионом аммонией. В принципе, катионом аммонией по своим каким-то позициям очень похож на катион ками. Те вещества, которые образованы в ионной связи, будут называться ионными соединениями, и из себя они будут представлять ионный кристалл. У него будет ионная кристаллическая решетка, не поверить, ионная кристаллическая решетка, такая решетка, в узлах которой находятся ионы. Ионы могут быть катионами и аммионами положительными и отрицательно заряженными, и в ионной решетке они будут чередоваться. То есть, в отличие от, например, связи ковалентной, ионная связь никогда не может возникнуть между двумя отдельно взятыми атомами натрия и хлора, как было, например, показано ранее. Это был показан просто механизм образования связи, но натрий и хлор, это не просто ион натрия с ионом хлора, которые друг к другу притянулись. Почему? Потому что притяжение двух ионов было бы недостаточно сильным, чтобы они удерживались в пространстве в одном месте, и тем более образовали прочный, надежный, устойчивый кристалл. Для того, чтобы такая связь действительно была прочной, у нас будет очень много катионов и аммионов, которые всегда вместе и которые всегда притягиваются друг к другу. За счет этого ионный кристалл приобретает большую устойчивость, и ионов в нем может находиться огромное количество. Чем больше, тем сам кристалл больше, тем, по сути, в нем прочнее в целом вот это электростатическое притяжение ионов друг к другу. Также понимаем здесь тот факт, что у нас с вами ионы могут быть различные, на которые образуют ионную кристаллическую решетку. И ионы кристалла также могут быть различными, но навсегда их там будет большое количество. Поэтому, когда мы с вами пишем молекулярные формулы для ионных соединений, типа натрий-2СО4, натрий-хлор, калий-3 формулы, к которой мы с вами давным-давно привыкли, мы понимаем, что эти формулы тоже отражают условность. Мы пишем их как бы для молекулы, хотя на самом деле эти вещества ни разу не молекулы. Это ионные кристаллы. Мы не можем с вами взять молекулу натрия-3, потому что это вещество не молекулярного строения, оно состоит из ионов. И в природе мы не найдем одну штучку, где катион натрия связан с ионами-3. Они бы просто давно развалились и не связались. До свидания будет кристалл, где таких катионов натрия и ионов-3 будет достаточно большое количество. Поэтому надо понимать, что мы пишем формулу натрия-3, подразумевая молекулярную формулу. На самом деле это соединение иона, и там в нем далеко не один атом натрий, далеко не один нитрат-ион. Их там очень много, и наши с вами индексы в молекуле натрия-3, которые мы написали, отражают не молекулярное строение, это вещество, что у ионных соединений не может быть молекулярное строение, а условно отражают соотношение натрия-3. В кристалле нитрата натрия, катионов натрия и нитратов будет одинаковое количество. Ему повезло. Это тоже, кстати, не всегда так работает. Потому что в природе минералы, которые представляют собой ионные соединения, могут содержать и несколько различных катионов. В природе смешанные соли, двойные слои, это соли, очень распространенное явление. Так вот, соответственно, так вот будет выглядеть ионная решетка. В данном случае, видите, решетку хворида натрия. Она имеет форму такую кубическую, ровную. Кубика, где слоями находится ион, это далеко не всегда так. Собственно, кристаллические решетки могут быть самыми различными. Это зависит прежде всего от параметров тех ионов, которые их образуют, от их увеличения заряда, плюс, два, плюс, три, плюс, и от соотношения того, что здесь находится. Кроме того, в эту решетку легко могут встраиваться молекулы воды, могут образовываться кристаллогидраты. И в природе большинство ионных соединений находится в виде кристаллогидратов. Там вместе с этими катионными ионами туда же налипают еще огромное количество молекул воды, порой гораздо больше, чем самих этих ионов. В данном случае, можете обратить внимание на то, что несмотря на то, что атом, точнее, атомный радиус натрия значительно больше, чем у хлора. Не одну в периоде, но натрия левее, а хлор в конце справа. Мы понимаем, что у хлора радиус маленький, у натрия большой. И у ионов эта ситуация меняется. Натрий, теряя свой электрон, теряет свой большой радиус. У него радиус становится такой же, как у неона. И, соответственно, он оказывается меньше, чем у хлора. Но не настолько гипертрофировано, возможно, как показано на этой картинке, потому что хлор все равно довольно маленький. А вот как на второй картинке, где они примерно одного размера, это будет справедливо. То есть действительно, атом хлора меньше, чем атом натрия. А вот ион, хлор уже будет больше, чем катион натрия. Потому что на внешнем слое катиона натрия, в отличие от атома натрия, электронов нет. То есть радиус его тоже меньше. Ну и вот примеры нескольких ионных кристаллов для различных веществ, различных минералов достаточно красивых, которые встречаются в природе. Как видите, здесь разные есть формы. Это может быть что-то наподобие куба, наподобие параллелограммы, наподобие какой-то призмы, иногда ровный, иногда кривой. Собственно, бывают они иерамбические, самые разные формы. На самом деле для этого есть отдельная утрасцель науки. Правда, это уже ближе даже к географии, нежели к химии. Называется это все кристаллографией. И это уже в области наука Земли и геохимии. Это, в общем, тоже некий такой раздел, скорее геологии, нежели химии. В принципе, химии в геометрии кристаллов практически нет. Ну, минимум. Химия здесь просто база, а дальше уже идут какие-то аспекты из географии. Конечно, тоже, к сожалению, тема далеко не школьная. В школе, в общем, на географии вы вряд ли говорите про какую-то такую глубокую минералогию. Что касается свойств ионных веществ соединений, то ионная кристическая решетка будет диктовать несколько очевидных соств. Прежде всего, это растворимость, поскольку у нас эти вещества состоят из катионов и анионов. Они полярны. Они должны расставиться в полярных истерителях, в частности, в воде. Не все, правда, потому что кристаллы будут очень прочные. Даже вода не может их разрушить. Но в целом для ионных соединений растворимость довольно характерна. Второй момент – это хрупкость. Почему хрупкость? Потому что если мы наносим какой-то удар, и у нас слой один этих ионов смещается относительно другого, как только положительно заряженные ионы оказываются друг напротив друга, кристалл, естественно, раскалывается, и обратно, естественно, его уже не склеить. Третий момент – это тугоплавкость. Для того, чтобы расплавить такой ионный кристалл, потребуются очень большие температуры, поскольку, опять-таки, ионы кристаллы прочные. И твердость. Несмотря на то, что они хрупкие, они все равно твердые, поцарапать что-то такими минералами легко. Многие минералы по шкале тойности МООСа будут гораздо тверже, чем стекло, которое, в общем, образовано уже атомной кристаллической вишуткой. Ну и, собственно говоря, естественно, не летучесть. Какая же летучесть, если ионы, как магнитики, друг с другом связаны. Вот, в общем-то, и все, что я сегодня хотел рассказать об ионных связях. Спасибо большое за внимание и до встречи на следующем уроке.